Уверена, что каждый из вас любит пиццу. Да такую, чтоб тоненькое ароматное тесто, вкусная начинка и сырная корочка. Много сырной корочки. Но вот возиться с приготовлением хочет далеко не каждый. Всем привет! Меня зовут Юля и вы смотрите канал Simple Food. Сегодня предлагаю приготовить нежную, ароматную и такую вкусную пиццу всего за 15 минут и без вымешивания теста. Не верите? Я тоже думала, что приготовить вкусную пиццу так быстро просто невозможно. Но попробовав этот рецепт, могу точно сказать, что вкусная, ароматная и нежная пицца без возни с тестом это реальность. Если к вам вдруг пришли друзья или вам нужно приготовить сытный завтрак для своей семьи, этот рецепт подойдет как нельзя лучше. Итак, начинаем! Не забудьте подписаться, чтобы не потерять этот рецептик. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. А начнем мы приготовление пиццы с теста. Оно по этому рецепту должно получиться жидковатым, похожим по консистенции на сметану. В емкость разбиваем 2 яйца. И добавляем сметану. У меня сметана средней жирности, не слишком жирная. Высыпаем муку и теперь для того, чтобы пицца получилась более нежной, я добавляю пол чайной ложечки соды. Немного соли и перца по вкусу. Приправы вы, конечно же, можете добавить те, которые больше всего нравятся вам. Теперь тщательно перемешиваем при помощи венчика. Тесто должно получиться однородным, без комочков. По консистенции как сметана. Вот и все, наше тесто для пиццы готово. Для приготовления быстрой пиццы по этому рецепту нам понадобится сковорода с дном 28 см в диаметре. Если у вас нет сковородки с таким дном, просто уменьшите количество предлагаемых ингредиентов. Напоминаю, что все ингредиенты и пропорции указаны в описании под видео. На сковородку выливаем небольшое количество растительного масла и выливаем тесто. Сверху на тесто выкладываем кетчуп. И равномерно распределяем при помощи кисточки. Теперь накроем сковородку крышкой буквально на 1-2 минуты. Тесто переворачивать на другую сторону не нужно. Пришло время добавить начинку. Состав начинки не принципиален. Вы можете использовать ваши любимые ингредиенты для пиццы. У меня сегодня это колбаса, помидор, лук и сыр. А у вас какие любимые начинки для пиццы? Напишите мне в комментариях. Накрываем нашу пиццу крышкой и готовим еще минут 5-7 на маленьком огне. Подавать пиццу можно не вынимая сковородки, а можно выложить на блюдо. До чего же аппетитная пицца у нас получилась. А этот аромат словами не передать. Очень вкусно пахнет. Подавайте пиццу сразу горячей. Сверху можно украсить любимой зеленью. Я люблю добавлять укроп. Сложно поверить, что нам понадобилось всего 15 минут, чтобы приготовить такую красивую и вкусную пиццу. Съедается, правда, эта пицца еще быстрее, чем готовится. Но это только лишь потому, что трудно удержаться и не съесть треугольничек свежей и вкусной домашней выпечки. Что скажете, как вам такой вариант? Правда аппетитненько? Я желаю вам успехов в приготовлении. Обязательно попробуйте этот рецепт. Я уверена, вам он точно понравится. Как всегда, с нетерпением буду ждать ваших комментариев и отзывов. А что бы вы еще добавили в начинку? И может у вас есть свой любимый вариант пиццы? Обязательно делитесь. Я с удовольствием попробую приготовить. Не забудьте подписаться, если вы еще не со мной. Ставьте лайк. Если видео понравилось и было интересным, мне будет очень приятно. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. И не забывайте делиться со мной фотографиями своих блюд в инстаграм. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.